В зале дворянского собрания областного дворца книги прошла творческая встреча с народным художником России Никасом Сафроновым. Художник рассказал ульяновцам множество удивительных историй своей жизни. К примеру, поделился впечатлениями о звонке Владимира Путина, который, по словам живописца, высоко ценит его работы. Рассказал о встрече с шотландским актером и кинопродюсером Шоном Коннери. Тот, увидев картины художника, проникся его творчеством. Сафронов признался. Встретившись с ним, Коннери встал на колено и поцеловал ему руку, поклоняясь тем самым его мастерству. Рассказал Никас и о дальнейших творческих планах. В конце встречи подарил дворцу книги, печатные сборники своих картин. Также Никас оценил нынешнее состояние Ульяновска, поделился своими видениями по преобразованию города. Вы знаете, улучшения, конечно, происходят. Я надеюсь, они будут еще ничего. Я бы хотел возродить венец, как он был когда-то, когда готовились к 100-летию со дня рождения Ленина в 70-м году. И я бы хотел, чтобы венец стал таким знаковым местом. На прошлой неделе художника назначили деканом факультета культуры и искусства УЛГУ. Никас пообещал посещать Ульяновск чаще. Еще одним поводом приезжать в родной город стало снижение узнаваемости творца на улицах Ульяновска. Никас намерен это исправить и напомнить о себе горожанам. Я приехал, чтобы еще раз встретиться со своими. Знаете, забывают. Забывают. Вот я раньше ходил в Баку, почетный гражданин Баку. И подходили старушки, дети. Сейчас я приехал. Вообще мало кто уже знает. То есть надо посещать, посещать, соприкасаться. Как отмечает художник, сделал он для региона немало. Узнаю памятник Аркадию Пластову. Взял шефство до несколькими школами в период пика и пандемии. Построил храм, а также для студентов Ульяновской области увеличил именную стипендию имени Никаса Сафронова. Одним словом, как отмечает живописец, добился успеха, поделись и с другими. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Фуллправда ТВ.